Экибастузская молодежь отмечает новоселье. В день первого президента ключи от новых квартир получили воспитанники детских домов и молодые специалисты. Более 30 человек обзавелись собственной жилплощадью по программе Дорожная карта занятости 2020. Сегодня мы получили жилье по программе Карта занятости 2020. Мы как у пустыки детского дома. Благодарим вас за такую поддержку. Спасибо вам большое. Современное общежитие ничем не отличается от комфортабельного жилого дома. В здании площадью 3000 квадратных метров расположились двух- и трехкомнатные квартиры. Его строительство обошлось казне в 172 миллиона тенге. В Экибастузской городской больнице работаю совсем недавно, а сегодня в этот праздничный день уже получила квартиру. Для моей семьи это замечательный подарок 25-летию независимости нашей страны. Мы очень счастливы. Сегодняшний праздничный день навсегда останется и в памяти Муслимия Исабаева. Девушка потеряла родителей еще в детстве. Выйдя из тени детского дома, она сразу же устроилась на работу. Большую часть заработка приходилось отдавать за аренду жилья. Теперь у нее появилась собственная квартира. Это очень важное событие в моей жизни. Квартира мне нравится. Желаю всем казахстанцам благополучия и мира. Собственную жилплощадь сегодня обрели 36 жителей Экибастуза, чей возраст не превысил 29 лет. Еще 23 квартиры получили выпускники детских домов. В данный дом попали очередники. Это из категории дети-сироты, тоже трудовая молодежь, работники медицины и трудовая молодежь из разных категорий предприятий. В этом году по программе «Дорожная карта бизнеса» в Экибастузе уже сдали в эксплуатацию два жилых дома на 110 квартир и одно общежитие, где поселились еще 74 человека. Ербулавишев Марат Игликов, Алексей Амельницкий, Павлодарская область, Хабар, 24.